Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, и я Александр Петров. Я очень люблю, очень люблю беседовать с нашими подписчиками, с нашими друзьями, с нашими зрителями, с теми людьми, которые становятся, если хотите, нашими. Наши системы – это те люди, которые вот этот механизм по привозу и оставлению, если хотите, людей в Австралии, вот этот механизм, эта система, это одна Австралия, она должна прирастать новыми кадрами. И очень важно, чтобы эти люди стали нашими людьми, стали нашей системой, частью вот этого единого механизма. И поэтому мы для этих людей идем на некоторые изменения в нашей политике, то есть в нашей позиции. Как я уже говорил, я настоятельно не рекомендую подтверждать свою квалификацию и поддаваться на иммиграцию, если вы находитесь за рубежами нашей страны, Австралии. Я очень сомневаюсь, что в ближайшее время, а это годы, это один-два года, как минимум, я думаю, что вы можете рассчитывать на то, что вы сможете получить профессиональную иммиграцию. Я не сомневаюсь в том, что этот коронавирус, это коронабесие, безумие и глупость, она выгодна тем людям, которые получают от этого дивиденды. И я думаю, что таким образом и профессиональная иммиграция будет свернута. Теперь общественное мнение будет против иммигрантов. То есть это люди, которые потенциально могут принести заразу. Особенно из России, Украины и пространства бывшего Советского Союза, потому что это бывшие и зачастую остающиеся потенциальным противником страны, потенциального противника для Австралии и ее союзников. И потому что уже сейчас обвиняются многие эти страны в том, что они не соблюдают режимы правильной борьбы. Что такое правильная борьба с фантомом, я не знаю. Но своего рода боя с тенью, как в боксе есть такой термин, правильные условия борьбы. И соответственно из этих стран и иммигранты, и студенты будут запускаться в последнюю очередь. Соответственно я абсолютно не верю в возможности миграции для этих людей в более-менее приемлемых масштабах. А деньги, которые вы будете отдавать, они будут достаточно большие. Но, но, я верю в то, что вы можете приезжать как студенты, я верю в то, что вы можете приезжать как туристы и становиться студентами. Если вы становитесь моими студентами, мне необходимо, чтобы вы сейчас уже имели подтвержденную квалификацию. Например, я могу трудоустроить автомеханика. По крайней мере, когда вот это глупое время докончится в какой-то степени. Я могу устраивать ребят, которые у нас занимаются стеклом. Это прямо вот сейчас. Я могу трудоустроить людей, которые автоэлектрики. Я могу очень многих людей трудоустроить. Это потенциально будет иммиграция, когда вы здесь окажетесь. Я понимаю, что вы многие подтверждаетесь для того, чтобы у вас была иммиграция, чтобы вы могли иммигрировать по профессиональной визе, офшор. Но я думаю, что у вас это не получится. И тогда включится план Б и план С. И в этом случае вы приедете учиться. И, чтобы вы иммигрировали, мне необходимо будет вас устроить на работу по специальности. А теперь давайте посмотрим. Вы приехали по специальности работать. Но у вас неподтвержденная специальность. Нам надо будет подтверждать ее. А вы представьте, что вы не сделали предварительные подготовки. Кому-то надо РПЛ делать. Кому-то надо делать асессмент на основе всех тех документов, которые приходят из, предположим, России. Вы физически не сможете сделать, если идет РПЛ, какие-то фотографии, какие-то видео, маленькие ролики. И вы закончите тем, чем заканчивают многие клиенты вот этих вот русскоязычных, таких широко распространяемых и рекламирующих себя таких дорогих миграционных агентов. Потому что вы получите отказ. И получится, что вы будете работать просто чернорабочими, может быть, в случае успеха какого-то на малярке. Но нам-то нужно эмигрировать, нам-то вам-то нужно, чтобы вы, по крайней мере, у вас стаж шел, чтобы была потенциальная возможность эмиграции. Может быть, вы будете учиться на английском языке. Может быть, вы будете получать еще какую-то квалификацию. Или ваш партнер, партнерша. Но мы потеряли время. И поэтому мы договорились с Алексеем Чихуновым, что те случаи, которые дают возможность эмиграции по плану Б и С, то есть человек приезжает сюда, учится, но он уже работает по специальности, по рабочей, например, специальности. И, соответственно, он набирает стаж работы. Вот эти случаи, которые Алексей рассмотрит, а я рассмотрю с точки зрения, допустим, привоза этих людей на обучение в Сидней и возможностью их трудоустройства, мне очень важны. Они важны для вас, потому что это ваша эмиграция или ваша не эмиграция. И коту под хвост выкинуты деньги. И, соответственно, если я знаю, что сейчас Алексей делает, допустим, техника-электрика, делает глазняка, делает окончика, стекла-окна и делает какие-то другие, там, стойлера, допустим, квалификации, мне уже сейчас надо будет для этого человека искать работу. Потому что, когда он приедет сюда, он приедет сюда, и он абсолютно однозначно, я просто не вижу других способов, он начнет учить, скорее всего, английский, в этот момент у меня будет уже подготовлена для него работа. Почему я это делаю? Да потому что этот человек клиент Алексея Чихунова, моего друга. Вот именно поэтому я это делаю, поэтому я буду помогать в плане сбора информации о том, какие вам нужны фотографии, какие есть ли они нужны, какие нужны документы. И, соответственно, Алексей будет вам это делать. Дорогие друзья, мне единственное, что не нравится, когда я это все делаю, вы не работаете с Алексеем, потому что я в итоге могу сделать очень большой объем работы, вы будете надеяться на то, что вы получите эту квалификацию, получите мою поддержку. И если вы уйдете к другому агенту, не к Алексею Чихунову, в этом случае это будет, в принципе, плевок в душу, потому что вы прекрасно понимаете, что происходит, что случается. И, соответственно, хорошо приезжайте, не проблема. Но, во-первых, я не хочу вам помогать даже на начальном этапе. Во-вторых, вы не получите ту работу, которую вы ожидаете. Если вы серьезно думаете, что приехав сюда с подтвержденной квалификацией, вам так легко будет найти работу, я уверен, что нет. Если вы серьезно думаете, что вам так легко будет учиться, и такие будут низкие цены, и без Александра Петрова, вы очень глубоко ошибаетесь. Есть много уже живых примеров этому. И, соответственно, я вас просто очень прошу. Как меня назвали, я прямой, неизгибаемый и жесткий, как рельса. Ну, так оно и есть. Я вам говорю правду, я говорю эту жесткую правду, которая, конечно, может быть, лишает меня каких-то потенциальных студентов. Но это правда. Если я вам говорю, что вам надо делать, это 100% реально то, что вам нужно делать. И Алексей человек, в принципе, такой же закваски. Может быть, он помягче, но он тоже принципиальный человек. Если два человека едины в своем мнении, это не значит, что рука руку моет. Нет, это совершенно не так. Просто мы одинаково видим ситуацию. И если вы видите уже ситуацию с двух точек зрения, вы видите ситуацию в 3D, да, стереоскопически. То есть в полном ее объеме. И, соответственно, делайте это. Если вы это не делаете, значит, вы испытываете неуважение и недоверие либо к Алексею Чеканову, либо ко мне. В этом случае вы не являетесь частью нашей команды. И, соответственно, у вас не будет моей поддержки абсолютно и 100%. Вы, на мой взгляд, самое лучшее решение для вас после разговора со мной переговорить коротко с Алексеем. Потому что я не хочу, чтобы человек в угоду вам, как моим каким-то знакомым, давал консультации бесплатно по часу. Потом оказывалось, что вы работаете с каким-то другим агентом, который, кстати, совершенно не дешевле. Просто это подруга вашей жены, просто это знакомая из вашего города, который сейчас живет в каком-то городе. Я этого не хочу видеть и не хочу, чтобы это случалось в будущем. Поэтому, дорогие друзья, я приветствую то, чтобы вы подтверждали квалификацию. Я объяснил, почему. И в добрый путь, я думаю, что это поможет нам собрать очень хорошую команду из тех ребят, которые новички, которые еще только собираются сюда ехать. Но уже сейчас вы ощутите, насколько хорошо работать в команде. В команде, где, в общем-то, и нету каких-то главных скрипок. Даже если учитывать, что мы агенты, и я, и Алексей. И все-таки вы во многом определяете политику. Потому что, если мы не будем прислушиваться к тому, что вы хотите, наш механизм просто не будет работать. И это очень важно. Мы очень неглупые и очень образованные люди. Поверьте мне. Или проверьте. Но, возвращаясь к теме беседы, я бы хотел сказать, что, ребята, не бойтесь. Это проверено. Вы, в любом случае, вам будет лучше, чем та ситуация, в которой вы находитесь. И не будет это тяжелее и дешевле, чем любым другим агентам. И поверьте мне, это будет лучше, чем вы будете подаваться одни. По крайней мере, один в поле, поверьте, в австралийском поле, точно не воин. Спасибо.